Посредством мистических практик мы укращаем энергию и формируем реальность. Герои, такие как Мстители, защищают мир от материальных угроз. Мы же, чародеи, охраняем его на более тонком уровне. Идемте. Доктор Стрэндж. Это 14-й фильм в киновселенной комиксах Марвел, который совершенно не выглядит как комикс. Здесь нет пестрых костюмов и трико. Здесь есть только магия. Это настоящая образцовая фэнтези, которого я так давно ждал в кино. 16-й год стал действительно урожайным на такого рода фильмы, потому что у нас уже был Паркрафт. И Доктор Стрэндж становится в один ряд с этим фильмом, а не с Первым Мстителем или, не дай боже, Бэтмен против Супермена. Здесь творится магия, настоящая сказка, которую я так долго ждал в кино. Но, господи, там есть даже разумный, очень обаятельный плащ, который похож на коврик. Да, там есть обаятельный плащ, который как-то чертовски напоминает коврик из Алладина. Своими вот этими миленькими такими ужимочками, любовью к своему хозяину. И он также летает, между прочим. Вообще весь фильм это какие-то отрывки из разных других картин, которые мы когда-то видели. Начало, что-то сперто из кубрика, что-то украдено из матрицы и так далее и тому подобное. Да, конечно, мы так любим же возвращаться к фильмам, которые уже посмотрели. И даже Камбербэтч у нас получается тоже сворованный. Ну, сами подумайте. Гениальный персонаж, который знает все на свете, который ставит себя гораздо выше остальных людей. Кто это? Шерлок Холмс? Опять Смаук? Кто-то, Дит Скин? Или Доктор Стрэндж? Ну, опять же, кому это важно, когда в фильме настолько красивая картинка, которая достойна лишь самого-самого большого экрана? И хорошие шутки. Хорошие же шутки. Хорошие. Мистер Доктор. Мистер Доктор. Мистер Лишний. Правда? Можем убрать. Дорогие мои фанаты фильмов DC, которые пересекут линию входа на сеансы Доктора Стрэнджа. Если вы не сгорите в святом пламени комиксной религии, я вас поздравляю. Вы, скорее всего, выйдете после этого фильма и взопите как герои горько. Гайдаль какой! Ну, в этом фильме, как уже сказала Даша, и правда много гэгов. Они все удачные, они все работают. И странно слышать от людей, которые любят серьезные фильмы DC, этих ноющих девочек, о том, что Марвел делает эти фильмы смешными. Их персонажи шутят. Плащ и левитация, он слишком ми-ми-ми. Они вызывают у меня позитивные эмоции, которые ты потом сохраняешь выходя из кинотеатра. Да их надо просто... Расстрелять. Ах, блин. Нет, я лично в восторге от Доктора Стрэнджа. Безусловно, это не лучший фильм Марвел. Для меня лучшей кинокартиной по комиксам все еще остается, конечно, Гражданская война. Ну, в нашем названии это, к сожалению, Раскол Мстителей. Но Доктор Стрэндж стал для меня новым железным человеком. Таким же веселым, таким же интересным с Камбербэтчем, который опять будто играет Доктора Хаоса, смешанного с Робертом Дауни-младшим. Потому что мы знаем, что, скорее всего, Камбербэтч заменит Роберта Дауни-младшего на роли главной звезды вселенной Марвел. Если вы решаете, хотите вы идти или нет, то мой совет, конечно, идти в Аймакс. Потому что, ну, спецэффекты там безупречные. Если вы останетесь смотреть сцены после титра, обязательно останьтесь, обязательно посмотрите. Вы увидите две минуты титров, в которых будут перечисляться художники. Художники, художники, лид-артисты, люди, которые работали над графикой. И знаете что? Это работает. Потому что фильм выглядит так, как не выглядит ни один другой фильм. Если вы ходите в кино ради впечатлений, то Доктор Стрэндж это именно тот фильм, на который вам нужно идти. Потому что Доктор Стрэндж творит настоящую магию и заставляет Гарри Поттера постыдиться. Потому что даже в Гарри Поттере это выглядит, скорее, как драка двух джедаев. А тут это выглядит, как настоящий маг Земли, который открывает порталы. Я даже не знаю, что нужно будет показать новому фильму во вселенной Гарри Поттеру. Ну, вы понимаете, я говорю о фантастических тварях, чтобы перебить Доктора Стрэнджа. Но о том, почему Доктор Стрэндж плох, я думаю, расскажет Паша. Потому что он, в отличие от меня, любитель DC. Дорогие друзья, вы, наверное, ожидаете, что Паша будет ругаться на фильм Марвел, потому что Паша делает так всегда. Но знаете что? Идите на этот фильм. Он вам обязательно понравится. Возьмите вашу маму, бабушку. Рядом с вами будет жевать попкорн ваша бывшая одноклассница, которая поступила в ПТУ. Рядом с вами будет сидеть бабушка жевать попкорн. Потому что все люди, мальчик 12 лет, 11 и 8, им всем понравится этот фильм. Потому что Марвел уже многие годы делает одно и то же. По одной и той же схеме. Ничего не меняя. Они отточили ту систему до идеальной машины, которая выдает идеальные популярные фильмы. Таких же, как «Голубой огонек», который год из года снимают одни и те же люди с одними и теми же песнями. И кто-то это все равно смотрит. И кто-то все равно посмотрит фильм «Доктор Стрэндж». И многие люди обязательно останутся от него в восторге. Этот фильм не способен ни удивить, ни искать какую-то более-менее отличающуюся от всех остальных фильмов историю. У вас есть главный герой. И знаете что? Вы не поверите, чем фильм закончится. Он победит. Потому что они всегда побеждают. Потому что ничего другого там произойти не может. Он не будет хотеть быть главным героем. Потому что они всегда так делают. А потом он вдруг такой, ой, ну ладно, я спасу землю. Так уж и быть. Почему? Да потому что это фильм Марвел. Там не нужна мотивация, объяснение поступков. Да и сценарий как таковой. Самая интересная часть фильма была в начале, когда у него еще не было ни плаща, ни магических способностей. Это была классная драма про врача, который потерял цель в жизни. Но потом он обретает ее. Потому что, чувак, ты супергерой, иди. И если возьмете с собой свою девушку, которая не любит драки и боевики, она будет смеяться с шуток в этих драках. Потому что в каждой драке должна быть шутка, чтобы ваша девушка не заскучала. Потому что, когда главному герою угрожает опасность умереть, обязательно произойдет что-нибудь смешное. Потому что дети младшего дошкольного возраста не сильно переживали, напрягались. Их надо разрядить. И когда главный герой блокирует заклинание своего врага, и объясняет ему, что чувак, вообще-то я переместил на другое измерение, где все это не работает. Главный враг смотрит на него, типа, хорошо, спасибо, что объяснил. Я понимаю, что это фальш. Его главный враг знает, как работает это заклинание. Просто за спиной у режиссера стоял продюсер, который сказал, чувак, наши зрители тупые, они это не поймут. Рожу им, пожалуйста. Положи им это в рот. Прямо как и всего Доктора Стрэнджа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова